Ботаника 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 Он является основателем паразитологии в России Ну, вот действительно, я вам уже частично сказал Но обычно, что в сознании обывателя Или такого среднестатистического человека Возникает, когда он слышит слово симбиоз Помните, кто это такие? Рак-отшельник и актиния, правда? Ну, это типичный классический школьный пример симбиоза Сейчас мы попробуем, я так вкратце пробегусь По разным типам взаимоотношений И пытаюсь вам объяснить, чем симбиоз отличается от других типов Симбиоз ли это и вообще, и так далее, и так далее Смотрите Первый тип взаимоотношений между двумя организмами Термин, который звучит как аминсализм На самом деле, это взаимоотношения между двумя Действительно отдельными друг от друга организмами В типичном случае, вот видите, там еще стоит минус 0 Это значит, что оно называется полезно, простите, вредно нейтральным взаимоотношениям То есть, это значит, что один организм из пары ничего не получает А другому организму из пары плохо Типичный случай такого взаимоотношения Это вытаптывание, на самом деле В данном случае это вытаптывание Смотрите Лошади ходят себе и топчут травку И от этого плохо А им, в общем-то, они будут есть другое Второй классический тоже пример Это хищничество То, что вам, наверное, всем известно и хорошо Прекрасные работы были произведены к анации на как раз вот этих двух объектах По поводу хищников Про волны жизни Очень много было сделано Собственно, это действительно классический пример вот такой экологии Для исследования динамики популяции хищников, их жертв И как это все взаимосвязано Но есть и другие хищники Вот такие, например Вот Понятное дело, что Вот где-то под сознанием мы понимаем, что корова, наверное, она все-таки не хищник Правда? Но если подходить формально, с точки зрения такой терминологии экологической То можно корову причислить к этим объектам, скажем так И это, наверное, первая сложность терминологическая Которая встречается в изучении всех различных типов симбиотических взаимоотношений Просто люди пока договориться не могут о том, как что называть Естественно, потому что до конца не понимают, как что происходит Дальше Настоящим типичным симбиозом В таком понимании альтруистических отношений Является мутуализм То, что сейчас вот устоявшийся термин Это действительно взаимно полезные отношения И самым хорошим примером в данном случае является Такой организм, как лишайник Знаете таких? Это не мог, только предупреждаю Вообще мхи на самом деле относятся сейчас к царству грибов Раньше их относили к растениям, не к растениям В отдельное царство уделяли, а сейчас их относят к царству грибы Потому что на самом деле это сложный организм Точнее даже не отдельный организм, а именно симбиотическая система Которая состоит из организма гриба и организма водорослей Которые бывают разными на самом деле Красные, очень редко правда бывают И зеленые, и цианобактерии Это сине-зеленые водоросли раньше назывались И эта система действительно очень стабильна Она размножается То есть это Мне не поворачивается язык назвать это отдельным организмом Но тем не менее он действительно функционирует как отдельный организм И в результате размножения грибов Они передают водоросли своих родителей к потомкам Таким образом, чтобы популяция могла возобновляться Это одно из свойств живого А в чем польза мутуализма? Значит, в чем польза мутуализма в данном случае? Рассказываю Водоросли, которые входят в этот симбиоз мутуалистический Они за счет фотосинтеза получают органическое вещество Из неорганического Фотосинтез это хорошее приобретение растений А грибы, соответственно, поскольку они организмы гетеротрофные Они очень легко могут получать энергию за счет того, что эту органику расщепляют Плюс к тому, они делятся водой Ну, водой и энергией, грубо говоря, со своим фико-симбионтом С водоросли Ну и возвращаемся немножко назад Смотрите, где тот же самый рак и та же самая актиния На самом деле, сейчас все типы симбиозов разделяются Точнее, скажем так, симбиоз подразумевает под собой какое-то более или менее глубокое взаимодействие Функциональное, физиологическое или такого рода Ну, в общем, это глубокое проникновение двух организмов друг в друга А взаимодействие по типу рака, отшельника и актиния называется другим словом Это называется протокооперацией И действительно, в общем, аминсализм, который там где-то в начале был Это вот вредно-нейтральное взаимодействие Оно тоже относится скорее не к типам симбиоза А вот к таким просто межорганизмам взаимодействиям Какая-нибудь конкуренция внутри-видовая или межвидовая Она тоже относится к такого типа взаимодействия Это возвращаясь к сложностям терминологических Ну, а теперь самое интересное Тип взаимоотношений и паразитизма Ну, как понятно, это взаимоотношения полезно-вредные То есть, один из организмов, хозяин обычно терпит какой-то вред А паразит, соответственно, получает пользу Которую от этого хозяина извлекает Это могут быть самые разнообразные гешефты И организм хозяина может быть источником энергии, источником вещества Он может, грубо говоря, предоставлять укрытие То есть, ладно, сейчас, секунду Всякие красивые, да, животных Очень много красивых паразитов Они вообще супер-классные И на самом деле они встречаются во всех царствах Начиная от даже не клеточных организмов этого вируса и бактерий И заканчивая всякими самыми разными высшими животными Элукариотами, в смысле Вот К слову Ах, анимация не стоит, жалко Ну, не страшно Значит, смотрите Вот там вот справа Такая очень упрощенная схема Которая показывает, как организмы В свободно живущем состоянии, в паразитическом Общаются со внешней средой Вот все, что белое, это внешняя среда Понятное дело, что нас окружают самые разнообразные факторы Вот здесь мы сейчас с вами дышали Стало жарко, душно, дышать нечем Да, это фактор, температура повысилась Заодно с этим повысилась влажность, она изменилась Да, это тоже фактор И вся эта совокупность факторов, она действует на нас Ну, всей кучей, со всех сторон Правда? На каждый отдельно живущий организм Если Паразитический организм Проникает внутрь хозяина То он перекладывает Взаимодействие со средой Именно на хозяина И это, наверное, один из самых основных плюсов Который получает паразит Когда поселяется внутри своего хозяина Все остальное гораздо сложнее И вот этот вот типичный тоже школьный термин Который употребляется Вкупе с паразитизмом Это общая дегенерация Специально сосальщик Который сюда нарисовал Здесь очень просто устроен организм Действительно Ничего нет Есть только рот Кишечник Ну, органы прикрепления Чтобы хозяин с ним бороться не так легко мог И, соответственно, органы выделения Все, больше ничего ему Вроде как для жизни не надо Но, как показывает практика Да, уже в последнее время и теория Все на самом деле не так просто Потому что Ради того, чтобы перейти К паразитическому Образу жизни Приходится Этому самому потенциальному паразиту Проходить очень большие Просто колоссальные перестройки Внутри Ну, собственно Собственный организм приходится перестраивать И результатом этого Ну, морфологическим результатом Который мы можем с вами глазками наблюдать Является Вот эта вот самая Общая дегенерация Если брать Ну, не знаю Современные молекулярные исследования Вы представляете себе Как проводятся молекулярные исследования Хотя бы примерно Берут Наследственный материал ДНК Секвенируют ее То есть выясняют последовательность А дальше смотрят Какое количество мутаций произошло Вот именно в каждой отдельной Точке молекулы ДНК И считается, что чем больше мутаций Тем быстрее идет эволюция Ну, в принципе, это так Если за уши приснуть То более или менее правильно Так вот, если секвенировать геном Патетических организмов То у них темпы эволюции Отличаются от средних Ну, на порядок А может и на два То есть им приходится Гораздо быстрее эволюционировать Чтобы приспособиться К жизни внутри организма своего хозяина Поскольку комплекс факторов Которые действуют На бедных несчастных паразитов На самом деле Гораздо хуже Чем внешняя среда Они другие Они по-другому функционируют Они более умные Кстати говоря Взять хотя бы иммунную систему хозяина Которая отвечает На самом деле Ну, действительно Достаточно умно На все действия Паразитов Вы болели когда-нибудь Насморком? Да? Наверное, представляете себе Как действует ваша иммунная система Так Что там дальше Теперь перейдем непосредственно К политическим отношениям у растений Растения вообще Организмы интересные Отличаются очень сильно От нас с вами И не только тем, что зеленые Главным образом Они отличаются от нас с вами Тем, что мы Организмы Монитарные То бишь Представляем собой Единое целое А растения Ну, или некоторые колонитары Идеальные, например, животные Типа коралловых полипов Они являются организмами модульными Каждый отдельный модуль Такого организма Потенциально способен Выполнять все функции Целого организма Либо Соответственно Ну, отрасти То, что называется Вы когда-нибудь череночки Резали Или висик в водичку ставили Он корни может дать Потом у него Стебель вырастает Снова цвести Он может дальше Обнажаться Вот это принцип Как бы Организации жизни Модульных организмов Вот Именно поэтому Для растений Вообще характерно Такое понятие Как вегетативное размножение Мы с вами вегетативно Размножаться не можем Пальчик если отрезать Он, к сожалению, не отрастет Вот А у растения Очень прекрасно Совершенно можно отрезать Один кусок Посадить его в другое место И Оно будет Замедельно прекрасно развиваться Так вот За счет Наличия Вегетативного размножения Паразитические растения Имеют На самом деле Некоторый плюс Перед животными Потому что Один из основных Принципов Жизни Что ли Паразита И Как бы Способности Которая позволяет Ему реализовать Свой жизненный цикл Это увеличение Репродуктивного потенциала Сложное слово Или понятно Хорошо У паразитов Животных Это обычно Сильно преобразованные Половые железы Кермафродитные железы И так далее И так далее И так далее Продукция Огромного Колоссального Абсолютно Количества Яиц Растения Могут Во-первых Размножаться Вегетативно А во-вторых На самом деле Конечно Тоже Имеют Такие же Потенциалы Для размножения Ну Семенным способом Половым Скажем так Вот это вот Знакомое Хорошее растение Красивое Когда-нибудь Подозревали Что это паразиты Все без исключения Вот У них Я просто К чему это У них как раз Каждый цветок Если происходит Оплодотворение Прекрасно Производит Где-то порядка Сотни Или нескольких Сотен тысяч семян Они очень мелкие Они не несут Никаких питательных Веществ С собой Сравните Не знаю С яблоком Которое Питательное И вкусное Но зато Их очень много И потенциал Заражения Своего будущего Хозяина Они Видите Микопаразиты Они на грибах Паразитируют Он сразу Естественно Повышается Так вот Все растительные паразиты Делятся на две Большие группы Это Первая группа Микопаразитов И вторая группа Фитопаразитов Значит Микопаразиты Паразитируют На грибах А соответственно Фитопаразиты Паразитируют На других растениях Смотрите Многие из них Многие из орхидеи Например Они являются Во взрослом состоянии Если кто-то там выращивает Видел Они зелененькие Замечательно Тоже За счет фотосинтеза Они живут Но На определенной стадии Ну хотя бы на стадии Проростка Скажем так Такого совсем Маленького проростка Все эти орхидеи В обязательном порядке Являются паразитами грибов На самом деле Вы может быть Вспомните Например Такое замечательное явление Мутуалистическое Которое называется Микориза Знаете Грибы Микоризообразователи Которые растут в лесу И радуют нас Своими плодовыми телами Солеными Маринованными И так далее Вот Это действительно Сибиоз мутуалистический То бишь Полезно-полезный Они поставляют Растениям С которыми Существует этот симбиоз Некоторое количество Минеральных солей И Растворенных В воде И в воду Собственно говоря Потому что Способны увеличивать Площадь соприкосновения Корневой системы растения С субстратом С землей Ну а растения С ними соответственно Делятся Всякой органикой Там с сахарочком И так далее Это действительно Взаимно-полезные Мутуалистические отношения Симбиозы Охидей С грибами Ж На самом деле Несмотря на Кажущиеся Сходства Являются Паразитическими И это действительно Очень сложно Детектировать Найти И посмотреть Но Молепулярные И физиологические Всякие механизмы И перестройки Вот этим на самом деле Заниматься интересно И это вторая Сложность Очень большая Которая Сейчас Ну встает Перед такими исследованиями Потому что На самом деле Примитивная трактовка Паразитизма Она чаще всего Укладывалась В то что называется Трофическим критерием То есть если Организм один получает От другого Трофические вещества Значит паразит Если не получает Значит не паразит Но все на самом деле Гораздо сложнее Потому что Вот такие вот Некоторые пограничные Случаи Их очень сложно Вычленить Ну это еще Примеры мегапаразитов Видите Вот есть Некоторые совсем Потерявшие окраску И они действительно Ну понятно Что они на ком-то Паразитируют И тут искать уже В общем достаточно Просто А есть вот растения По типу Я специально не стал вам Название писать Если хотите Потом скажу Вполне себе зелененькие Но тем не менее Тоже являющиеся Обригатными То бишь Обязательными Паразитами Грибов Хорошо Дальше смотрите Фитопаразиты Это Паразиты Которые На других Паразиты высшие растения Которые на других Высших растениях Вот Как вы видите Они тоже Бывают На самом деле Ну либо Частичными паразитами Либо Полными паразитами Однако смотрите Вот термин Облигатный Или факультативный Облигатный Значит обязательный И факультативный Значит ну Не совсем обязательный В данном случае Сложно тоже применять И вот этот вот Критерий трофности Он не очень хорошо Действует Для Объяснения Этого Типа взаимоотношений Потому что Несмотря на то Что вот Справа Амела Знакомая Вот Несмотря на то Что она зеленая И она действительно Фотосинтезирует Она может Вполне себе Самостоятельно Получать Органические Вещества Но Свой жизненный Цикл Без Хозяина Она Завершить Не может Таким образом Это Ну Факультативный Паразитизм Ой простите Как раз таки Облигантный Паразитизм Вот Для Таких вот Случаев Промежуточных В зарубежной Литературе Есть термин Например Гемипаразит Гемипаразит То бишь Такие полупаразиты Мне он тоже Честно говоря Не очень нравится Поскольку Тоже ничего Не объясняет В общем На самом деле Вот такая Простейшая Классификация Как раз Сводится к тому На ком Растения Паразитируют И каким образом Этот контакт С хозяином устанавливают Поскольку Растения Организма Модульные Поселиться Внутри Полностью Внутри Организма Хозяина Им сложно Хотя такие варианты Тоже Возможны И вот там Где-то Была Рафлезия Справа Она В процессе Развития Своего жизненного Цикла Формирует Полностью Внутри Организма Хозяина Своё тело Оно Совершенно Не дифференцировано Не имеет Органов В нашем Таком Типичном понимании Корень Стебель Лист И только Вот эти Крупные Цветки Впоследствии Появляются Когда приходит Внёё время Размножения Так Да С этим Мы закончили Значит Они делятся Соответственно По Своему Хозяину И второй Вариант Они делятся По способу Организации Контактов Так вот Корневые То что Написано Я специально Здесь Два растения Нарисовал Слева Растение Называется Заразиха Много Значительное Многообещающее Название Правда Вот Она действительно Посмотрите Она растёт На земле Точнее Цветонос Вот этот Он возникает Из земли И Вроде как Она паразитирует На корнях Своего Хозяина Ну это действительно Так Вот она Корневой паразит С другой стороны Смотрите Амела Она вообще-то Паразитирует На Летвях Деревьев Вот так вот Она выглядит В полностью Живом состоянии Корневой паразит Корневой паразит Смысл Всключается В том Что Органы Прикрепления Гаустория Они называются Органы Получения Питательных Решетов Хозяина Развиваются Из Корня Этого Растения Просто Такой Очень Очень простой И хороший По-моему Оргологический Критерий Разделения Соответственно Со стеблевыми Паразитами Вы можете Уже сразу Тут всё понять У них Органы Прикрепления Образуется На стебле Вот такие Маленькие Красивенькие Растения Это вообще Называется Павелика Вот Цветёт Красиво Приятно Во взрослом Состоянии У этого растения В принципе Нет корней Вот От слова Вообще Считайте Растение Без корней Ну вот Теперь Представляете Она полностью Получает Всё своё Питание От Хозяина С другой Стороны Видите Ну здесь Одна более Или менее Розовая Другая Такая Желтовато Розовый Цвет То есть Наличие Вот этой Окраски Оно Позволяет Судить О том Что Некоторые Пигменты Которые В частности Участвуют В фотосинтезе Они Остаются Действительно Экспериментально Было показано Что Частично Даже Фотосинтез Происходит Всё равно У этих Растений И это Связано Ну Скорее Всего Настолько Глубокая Происходила Перестройка Организма Да Генотипа Этого Организма Так вот Изменился Внешний Облик И тем не менее Какие-то Базовые Функции Растения Они На самом деле Всё равно Сохранились Фотосинтез Это одна Из базовых Функций Изменить Её Очень сложно Она Связана В первую очередь С наличием Листьев Естественно А Лист Как орган Он на самом деле В жизни Растения Формирует Он запускает Целый ряд Программ Развития Морфофункциональных Он Участвует В синтезе Гормонов Разнообразных Которые Необходимы Для роста Растений Поэтому Без развития Листа Растениям Практически Невозможно Жить Поэтому Даже у них Есть маленькие Листочки Правда Попадают Так вот Для них Было показано На самом деле Что В принципе Частичный фотосинтез У них тоже идет Хотя Полностью И окончательно Оно питается От своего хозяина И в взрослом состоянии Выглядит вот так На самом деле Это карантинный сорняк Но у нас сейчас Поскольку поля не сеют Практически И не пашут То Ну уже забыли Практически О том Как бороться С этим делом На самом деле Очень растие Неприятное Карантинное Заражает Посевы В том числе Растения Которые используются Под сенокос И для коров Потом это сено Ядовитым становится Вот Но не суть Даже об этом А дальше смотрите Второе растение Это растение Распространено Исключительно В тропиках Называется оно По-латински Кассито Русского названия К счастью Может к несчастью Не имеет Я не знаю Но посмотрите пожалуйста На внешний облик Похоже на то Что до этого было Похоже В общем-то Да Такое же И вот так вот оно Соответственно Выглядит потом Во взрослом состоянии Ну На деревьях тоже бывает Тут уж Очень хорошо На земле Все кустарочки поросла Так вот Тут Немножко систематики Совсем Такой ботанической Смысл в том Что вот В Родственных связях В систематических связях Эти Два Рода растений Ну Они совершенно Не близки Они находятся В разных Совершенных частях Филогенетической системы Ботаников Вот совсем Они совсем Не родственники Но тем не менее Они в процессе эволюции Приспосабливаясь Очевидно К каким-то Одинаковым Более или менее Факторам Внешней среды Ну И пытаясь Приспособиться К организмам Хозяев Своих Они приобрели Ну Целый Комплекс Признаков Которые Вот Реализуются В результате Во внешнем виде Абсолютно Похожим Абсолютно Абсолютно Похожим Внешним видом Собственно Говоря Вот Это то Что я хотел Вам сказать Про экологическую Именно часть Экологическую Паразитологию Смотрите Основная Сейчас Основная Идея Которая Видает Скажем Так В ученой Среде Это то Что Переход К паразитизму Осуществлялся Не От хорошей Жизни Скажем Так Не в поисках Точнее Лучшей Жизни А скорее Как раз Наоборот Для того Чтобы Искручить Внутривидовую Или по крайней мере Межвидовую Конкуренцию С другими Похожими Растениями И поэтому Именно Растения И животные Паразиты Шли на Такую Страшную Совершенно Перестройку Своего Генома Уходили От Свободно Живущего Состояния И Найти себя В таком Неблагодарном Деле Как Паразитизм Все На этом Спасибо Офидея Паразитирует На грибе Но гриб Активно Внедряется В ее Корни Корневище Я считал Что это Не тот Который Прорастал Вместе С семьей То есть Тот Пропадает И вторичное Заражение То есть Гриб Активно Ищет Орхидею Получается Ничего Не получает Взамен Потом Там Мекориза Другого Типа Гриб Внутрь У клеток Вот Есть Какой-то Фактор Что ли Как она Привлекает Да Спасибо Значит Я Могу Пару слов На эту тему Сказать На самом Деле Вообще Паразитизм Орхидных На грибах Он Наверное Один Из самых Сложных Там Целый Комплекс Механизмов И действительно Вот Первичное Заражение Которое Необходимо Для прорастания Семени Оно Довольно Часто Бывает Интуцируется Производится Другим Грибом Который Уже Впоследствии Либо Отмирает Либо Как-то Сходит На нет Что называется А В возрослом Состоянии Некоторые Орхидные Действительно Могут Устанавливать Ну Скажем так Мекоризу Более или менее Классическую Которая Называется Оргускулярного Типа Действительно Там Соответственно Клетки Грибов Они Прорастают Прямо Внутрь Клеток Растений В пячивании Мембраны Такое Образуется И Контакт Очень жесткий Действительно Такой Глубоко Физиологический Что касается Привлечения То могу сказать Что Сейчас были Отсеквенированы Кстати по-моему На самих Архидных Ж Часть генов И С удивлением Обнаружили Что они Практически Идентичны Генам Которые Участвуют В заражении Грибов Резобиальными О Простите Грибов Растений Резобиальными Бактериями Преобразования Резобиальных Симбиозов Это такое Семейство Виргенов От слова Вайрус Соответственно Они там Не помнят Точно Как Целый ряд Как они Сокращаются Это Несколько Генов Которые Ответственны За Синтез Транскрипционных Факторов Это Белки Которые Запускают Опять же Каскад Клеточных Реакций И выделяют Некие Вещества Атрактанты Которые Помогают Найти Этим Грибам Соответственно Своего Хозяина Так или Иначе Павел Немножко Такой Тилетанский Вопрос Я хотел у вас Какой эксперт Выяснить Бывают ли В природе Такие Кейсы Когда В рамках Одного Какого-нибудь Вида Может быть Животного Или Растительного Один организм Паразитирует Над другим Ну Например Скажем так Одна Фиалка Ходит Зарабатывает Деньги А другая Фиалка Ходит Их Тратит Паразитирует На первой В принципе Паразитизм Как тип Симбиоза Он в принципе Подразумевает Общение Двух Разноименных Организмов Поэтому Если Мы с вами С Марса А женщины С Венеры То только Такой Вариант Пожалуй Больше Дмитрий Вопрос У стеблевых Паразитов Как у них Происходит Ну Если у них Нет корневой Системы То Куда Голстерии Поставляют Вещества Ну Это действительно Это отдельный Вопрос Надо сказать Вот Многие Стеблевые Паразиты Вот Ну Типичный Облик Типичного Растения Вы представляете Себе Опять же Повторюсь Корень Стебель Лист Вот У стеблевых Паразитов Корней нет Листьев Практически Тоже Нет Остаются Только Стебли Вот Мы С вами Смотрели И Если Вы Видели Обратили Внимание Там Значит Вот Смотрите Целый Пучок Стеблей 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 И Отдельные Соцветия Соцветия Очень Скомпонованы Друг С другом И На самом Деле Между Собой Только Соединены Вот Такими Отрезками Стебля Я Могу Сказать Что Контакты Между Проводящей Системой Ну Вообще Внутренней Системой Паразита И Хозяина Происходит Обычно Как раз В тех Местах Где Скомпонованы Соцветия В данном Случае То есть И стебель На самом Деле Является Даже Не органом Растения А скорее Такое Временным Образованием Которое Способствует Просто Расселению Длительному И хорошему Егитативному Образованию А все Остальное Происходит Вот уже На этих Вот Скомпонованных Соцветиях Которые Непосредственно Контактируют С Организмом Хозяина Это Как раз Преимущество Модульной Организации В данном Случа Тоже Прослеживается Я Читал Что Существует Бразитизм Растений На животных Вы его Никак Не указали За Рядом Вод Например Знаете Я Честно говоря Вот Периодически Подробные Вещи Всплывают В более Или менее Научной Или по крайней мере Научно-популярной Лизературе Да Но Я Не нашел Вот Я посмотрел Честно Так Последние Там тоже Скажем Новостные Ленты По этому Вопросу Я не нашел Достаточно Четких Подтверждений Что такое Случается Единственное Есть Ну Во-первых Есть Водоросль Зеленая Это не высшая Растения Только Видите Мне сейчас Вообще-то К растениям Не относятся Которая Живет На Или на Или даже Внутри Волос У ленивцев Представляете Ленивца У него Такая Зеленоватая Шерстка Иногда Так вот Она зеленая Это того Что в ней Водоросли Растут Вот И Пару лет Назад Где-то Было Сообщение О том Что какая-то Из зеленых Водорослей Вроде как Является Паразитом Может Заражать Легкие Человека Но Эта Статья Где-то Промелькнула И я Честно Говоря Так и Нашел Кончательного Подтверждения Правда Это Не Собственно У меня Вопрос Тогда По поводу Терминологии Тоже В школе У меня Учительство Биологии В принципе Хорошая Была Учила По поводу Царств И есть Их Два Это Царство Животное И царство Растений Правда Уже Тогда Я говорил Что Вроде Как Грибы Могут Непонятное Их Состояние То ли Они В отдельное Царство То ли Они Все-таки К растениям Вечисляются Как Современная Ботаника На это Смотрит Ну и Наверное В связи С этим Тоже Вопрос Предыдущего Человек Кто-то Спрашивал Есть же Грибы Предпочинелы По-моему Которые На Муравьях Растут Которые Заставляют Их Забираться На На траву На траву Чтобы Их Съедал Птица И Таким образом Соответственно Переносится Хорошо Так Значит Ну Вначале По поводу Систематики Современных Двух словах Это вообще Очень Сейчас Ну Систематики Это Отдельная Категория Биологов На самом деле У них Там Они Варятся В своей Каше И Разные Абсолютно Подходы Есть Могу Только одно Сказать И вкратце Сейчас В системе Живой природы Выделяют До Восьми Царств То есть Идея О растениях Грибах И животных Она уже Давно Отмерла Сейчас Порядка Восьми Царств Выделяется И вот Я говорю Водосли Например Сейчас В большинстве Своем В массе К растениям Уже Не относятся Они относятся К царствию Так называемого Протисты Ну Вот Что касается Паразитов Которые Там Грибов Или не грибов Которые Управляют Поведением Своих Хозяев Да Это Действительно Возможно Есть Очень Это И Соответственно Какие-нибудь Круглые Или Плоские Черви Которые Свой цикл Завершают Путем Того Что Меняют Поведение Своих Хозяев Их Да Их Много Существует Взаимоотрицательный Прозитизм Когда Ни себе Ни люди Взаимоотрицательный Паразитизм Хороший термин На самом деле Вот такое Взаимоотрицательное Влияние В организмах Чтобы это Было отношение Прямо По типу Симбиоза Я не могу себе Представить Вирусы На самом деле Может быть Отчасти так поступают Хотя Тоже не всегда Ведь паразиту Понимаете Паразиту Не хочется Убить своего Хозяина Совсем Потому что Тогда он и сам умрёт Поэтому Таких тесных Взаимоотрицательным Взаимоотрицательным Взаимоотношениям Да Простите И в природе А главное Очень хорошо В человеческом Обществе Проявляется Внутри Лидовой конкуренции Такой типичный Пример Взаимоотрицательным На севере Польши Там их просто Чуть ли не каждое Третье или второе Дерево Заражено И по многим Взагляров Чем это Вызвано Чего зависит Плотность Соражения Ну Тоже Все очень просто И распространение Ну любых живых Организмов Человек Он не имеет Определенной Среды Обитания Ну Единственное Вот В океан Не может глубоко Погрузиться Так уже И в космос Улетел Это все Собственно Ну среда Обитания То что называется Ареал Распространение Да И единичные случаи Действительно Я тоже слышал Что в виновности Встречаются Но вообще Это уже Самый-самый Край ареала То есть На самом деле Дальше Она уже Просто не уходит Вы же понимаете Что у нас На улицах Не растут Пальмы Например Здесь то же самое Спасибо большое За ответы И спасибо большое За вопросы